Друзья, всем привет! Это не кликбейт. Я действительно спешу к вам с эксклюзивом и с шокирующей информацией по факту очередного случая мошенничества. Как вам такой вариант? Айфон? Телефон, который считается защищенным. Существует огромное количество других телефонов, которыми пользуетесь вы, и к этим телефонам сегодня привязана отчасти вся наша жизнь. Банковская карта. Два раза нажал на кнопочку, оплатил, пошел дальше. Что будет, если вот этот телефон у вас сегодня украдут? Какие последствия, к чему это все дело может привести? Прямо сейчас мы познакомимся с человеком, который расскажет нам, как 8 января, будучи в Санкт-Петербурге, прогуливаясь по городу в качестве туриста, в один момент у нее украли телефон из кармана. И что произошло дальше? Ситуация просто-напросто вопиющая. Сегодня вы узнаете, на какую сумму кинули человека, пока он спал, пока он писал заявление в полиции. Все произошло за, по сути, 60 минут. На телефоне были установлены защиты, были заблокированы сим-карты. В общем, все сегодня в деталях, в подробностях мы расскажем от первого лица. Поймите правильно, сегодня украли телефон у нее, завтра украли телефон у него, а послезавтра на их месте может оказаться кто-то из вас. Я вас быстренько знакомлю со спонсором выпуска и потом, не отрывая, смотрим все от и до, для того, чтобы получить всю картину происшествия. Пойдемте. Друзья, сейчас ни для кого не секрет, что на рынке вакансий абсолютное лидерство занимают специальности в сфере IT. И даже сейчас, на конец 2021 года, присутствует откровенный дефицит кадров. А сегодня я вам хочу рассказать про аналитику данных. Ведь аналитика данных – это самый простой способ входа в IT и самое востребованное направление. И даже если вы совсем не технарь, а гуманитарий в 10-м поколении, вы в любом случае сможете освоить эту профессию. Самое главное, чтобы у вас было желание развиваться и впитывать новую информацию. Вы будете собирать и интерпретировать данные, на основе которых бизнес может принимать верные решения и увеличивать прибыль. Именно поэтому профессия аналитика точно не утратит актуальность. Стоит отметить, что сегодня средняя зарплата аналитика по рынку – 150 тысяч рублей. Поэтому, если вы хотите стать востребованным специалистом, то я могу с уверенностью порекомендовать вам курс аналитики данных от моих товарищей из Skill Factory. Эти ребята являются одними из топов на рынке онлайн-образования. Это доказывает множество отзывов, которые оставляют люди после курса обучения. А средняя оценка студентов – 4,7 из 5 возможных. За 6 месяцев вы научитесь собирать и организовывать данные, делать выводы на основе их анализа. Вы начнете со снов – Google таблиц. Далее освоите SQL и Python для решения аналитических задач. Научитесь строить отчеты в PowerBL. И все ваши работы в процессе обучения будут отправляться в ваше портфолио, с которым в дальнейшем вам будет гораздо проще найти себе работу. И, кстати, у них есть карьерный центр, который также помогает с трудоустройством. Если вы боитесь, что не сможете совмещать новую профессию с основной учебой или же работой – не переживайте. В Skill Factory об этом подумали. И поэтому программа обучения построена так, что вы можете обучаться в свободное и комфортное для вас время. Можете перенести какие-то дедлайны, если это необходимо. А занятия здесь проводят эксперты из Яндекс, Озон, ВКонтакте и других топовых компаний. Короче, если ты давно подумаешь о том, что нужно освоить новую профессию для того, чтобы в будущем чувствовать себя увереннее, прямо сейчас стоит начать. Потому что именно сейчас по формокоду Дима Машков ты получишь дополнительную скидку в 45%. Друзья, все подробности ждут вас по активной ссылочке в описании. Skill Factory получай профессию будущего. Друзья, знакомьтесь, милая девушка Татьяна. Татьяна, мы находимся у тебя в студии. Ты последние три года занимаешься косметологией. Ранее ты работала на дядю, потом взяла в аренду помещение. Сейчас у тебя в некоторых комнатах твои рабочие кабинеты. Но поговорим мы сегодня совсем не про косметологию. Но начнем мы с позитивной ноты. У тебя есть вторая половинка. Решили на праздники новогодние отправиться в Санкт-Петербург на пару дней погулять. Насколько я знаю, в силу своей работы ты постоянно с телефоном в руках. И такой вариант, что ты его положила в карман и три часа не достаешь, это не твоя история жизни. Вы приехали в Питер, ты там не так часто бываешь. Отправились вы вечером погулять на Дворцовую площадь. Примерно в 21.00 вы плюс-минус были там. Ты шла постоянно, отвечала всем. Знакома вам эта ситуация? Вот тем, кто ушел сейчас в онлайн. Вот это постоянно ватсап, привет. Таня, пришли мне расчеты. Таня сделает то, Таня сделает это. Завтра встречается. Короче, рабочая ситуация. Я делаю вам максимально подробную подводку. Вот расскажи вот это в деталях. Мы пошли прогуляться. И по дороге, конечно, как всегда, телефон в руках. И я была на связи и решала кое-какие вопросы, отвечала, принимала смски. Праздничная атмосфера, елочка, куча народу, Дворцовая площадь. Ну и мы немножко прогулялись и решили, что пора пойти поесть. Потому что и холодновато было, и снега много, и как-то уже подустали к вечеру. Ну и стали выходить с Дворцовой площади на Невский. Немножко сужение в одном месте с площади, когда выходишь на улицу. Людей много. Небольшой участок пути. Пришлось как бы ужаться и пройти мимо определенного количества людей, которые идут навстречу и по дороге. Мы быстро достаточно прошли. Прошло минуты две, три, четыре. И я вспомнила, что надо ответить на смс-ку. Руку посунула в карман, телефона нет. Чтобы вы понимали, то есть вы подходите к этому сужению. Молодой человек тебя берет за руку твой. Да, мой. Ты убираешь телефон в карман. Да. Вы проходите этот период, то есть он тебя протягивает за собой. Да. Ты вышла, потом... Надо ответить. Руку в карман. Три-четыре минуты прошло без телефона. Чувствуете? Буквально, не больше. Ну и, конечно, шок. Я начала шарить по карманам. Потом это все было видно на камерах слежения, потому что история с полицией дальше в развитии. Вот. Мы опешили, конечно, но делать нечего. Надо как-то быстро выходить из этой ситуации. И мой друг, он мне тут же быстро начал помогать. Тут же по своему телефону нашел ближайший офис МТС. И мы сразу же почти бегом побежали в офис МТС, потому что времени было уже там где-то полдесятого. Мы понимали, что половина офисов в Санкт-Петербурге уже закрыты. И это чуть ли не единственный офис был, который работал до десяти часов. И нам повезло, потому что он был прямо на том же Невском. Невский 32-34. Мы пробежали буквально минут десять до него. Успели перед закрытием. Тут же быстро бросились, конечно, к оператору. И блокировать сим-карту. Вы описываете ситуацию о том, что вы заблокировали сим-карту, обратившись в салон связи МТС. В 21.34 была блокировка установлена. Кража происходит примерно в 21.20. И, соответственно, 40 минут остается до закрытия всех офисов. Вы написали заявление. Выходите. Следующее действие. По дороге, находясь там же в офисе, мы соединились со службой Apple. И служба безопасности или менеджер, который в данный момент дежурил, они тоже работают до десяти вечера. Они нас провели пошагово по системе блокировки телефона и постановки его в режим кражи, потери. Тут же заработал определенный сигнал, я так понимаю. И нам разъяснили, что при следующем включении, если мошенники включат телефон, то вся информация из Apple пропадет. А какой модели у тебя был телефон? 12 Pro Max. То есть, довольно-таки свежая модель. Серьезная модель, да. Это получается, что молодой человек берет телефон свой, звонит в службу Apple. Ты взял телефон с официального сайта. И ему человек говорит, заходите на iCloud.com, вбиваете вашу почту, пароль. И дальше последовательно он сказал, чего там натыкать, чтобы телефон можно было условно заблокировать. Да, отправили дополнительную еще смс-ку человеку, который... Ведь разные ситуации бывают. Бывает украли, а бывает ты выронила, да. И в этом случае человек может вернуть тебе за вознаграждение. Мы тут же написали смс-сообщение, что телефон разыскивает полиция, телефон украден или потерян. Просим вас вернуть его. Была же хотя бы надежда, что вы его обронили? Была какая-то маленькая надежда все-таки, что вдруг отдадут. Ну невозможно же, чтобы ты потерял, ну невозможно, чтобы украли, ну невозможно, что ты такой лох, что это вот тебе прилетело. Потому что, ну конечно, до последнего надеялись, вот до последнего, что вдруг кто-то объявится. И происходит так, что в офисе вы уже, получается, подали заявление о блокировке вашей сим-карты. Вам подтверждают, что в сим-карте все заблокировано. Телефон вы блокируете, вас обнадеживает сотрудник Apple, что все ок, если его вдруг включат, все данные с ним пропадут? Все данные должны были пропасть. Apple это надежная компания, мы абсолютно были уверены в том, что Apple невзламываемая, что самая надежная. Поэтому мы как бы доверились вот этой ситуации. А к телефону у нас сегодня у всех привязаны банковские карты, МОЗ, услуги. В общем, вся наша жизнь. Вся наша жизнь. Документы, пароли какие-то там могут быть записаны. Тем более, что я накануне готовилась к определенным там вещам и документы там посохраняла. При этом вы делаете третий шаг. Вы вызываете полицию. Да, мы сразу же практически вызвали полицию. Ну, к сожалению, конечно, у полиции много работы. И они, наверное, считают, что потеря телефона это не такое серьезное правонарушение. Поэтому мы ждали около часа. Не дождались, пока закрылся офис. Мы еще на улице постояли, померзли. Ну, и решили, что мы сами поедем в отделение полиции. Что, собственно, и сделали. Через минут 15 мы были в отделении полиции и писали уже заявление. Это в какое время? В 22? Ну, в отделении полиции в районе 23 мы уже оказались. Следователь нас опросил, всю информацию записал. И в 23-27, если я не ошибаюсь, нам был выдан талон о том, что у нас приняли заявление о краже. Ну, и как бы отпустили нас в освоясь и дальше. Вы выходите. И, соответственно, с одной стороны печально, что телефон потерян. Печально, очень. Но, с другой стороны, ты уже, по идее, не переживала. Потому что симка заблокирована. Айфон заблокирован. Если даже вдруг что, сразу все слетает. Заявление написано. Глядишь, да, может и найдут. Конечно, я не думаю, что сам телефон вообще способный люди найти. Но, тем не менее. Кстати, еще вот дополнение. Мы видели мой телефон по геолокации с устройства моего друга. И часа два он находился на мониторе. Как бы его видно было, что устройство... То есть он включен? Он был включен. Два часа времени был включен? В течение, ну да, последующих двух часов устройство можно было отследить на экране. И пока мы находились в отделении полиции, он вдруг пропал с экрана радара. Вы приезжаете в отель, ложитесь спать. На следующий день просыпаетесь в 10-11. Как проходил следующий день? Ну, на следующий день, поскольку я без связи, доступ, конечно же, я ни к своим банкам, ни к чему не имею. Проверить ничего не могу. Но мы решили как бы расслабиться. Учитывая, что все последовательные действия мы выполнили, ну, как нам казалось, в общем, правильно. Мы просто как бы провели этот день в отеле как выходной. Потому что вечером самолет, в 2 часа ночи в Москве уже. Таня, а каково это первый день за долгое время провести вообще без телефона? Ну, очень сложное такое состояние. Потому что, с одной стороны, ты вроде бы как имеешь возможность отдохнуть. А с другой стороны, в голове все время крутится, что вот не могу там позвонить, не могу не смс-ку, оторвана от работы. Вот там надо что-то сделать, кому-то ответить тоже не могу. Волнительное, честно говоря, состояние. Как будто без рук остаешься. Вот ощущение, что ты потерялся кусок от тебя, отсутствует. Чип отвалился. Чип отвалился, да. 10-го числа ты приезжаешь, просыпаешься утром в Москве, идешь в ближайший салон МТС, восстанавливаешь себе сим-карту. У тебя был старый какой-то телефон марки Samsung. Был старый телефон, в который я просто вставила уже в офисе. Сим-карту. Начинают приходить какие-то смс-ки и первое, что я вижу, что мне отказано в кредите. Начинают тут же в голове роиться всякие мысли кошмарные. Мы тут же соображаем, что что-то произошло плохое и надо начать проверять все по банкам. И мы начинаем ходить по банкам. А вот здесь, а вот здесь на этой ноте И, я вам предлагаю вывесить ваш этот плакат отработанный. И мы с тобой уже детально прокомментируем, что происходило ровно в те часы, пока вы писали заявление об украденном телефоне, пока вы блокировали сим-карту, пока сотрудник Apple вам рассказывал, что не волнуйтесь, мы же Apple, у нас все круто. Давай это сделаем вместе с тобой. Ну что, картина другая, и вот здесь вот расписаны все последствия, которые ты получила. Самый главный момент, пока вы писали заявление в полиции, сотруднику при вас поступило на горячую линию два звонка, как минимум при вас, о том, что украден телефон на той же самой площади. Приблизительно в том же самом диаметре. Друзья, все расписано. Значит, у тебя на момент кражи телефона был какой-то небольшой кредит, за который ты платила 3000 рублей в месяц, не более. У тебя было три карты, которыми ты пользовалась. Это Альфа-банк, это Тинькофф и это МТС-банк. Правильно? Да, правильно. Когда ты начала получать сообщения, рассказывай, что выяснилось, какие кражи? Ну, первое сообщение пришло от Тинькофф-банка, что вам отказано в средствах. И первое же, что мы сделали, это мы начали звонить Тинькофф-банк и просить выписку. И цифры, конечно, сразу шокировали, потому что мне сразу рассказали, что у меня 400 тысяч на меня взят кредит, что снято 170 тысяч частями, дробно с карты, и еще, еще, еще какие-то суммы, которые я вообще не могла понять, откуда взялись. Мы запросили выписку и сели разбираться, и почти сразу стало понятно, откуда появились дополнительные средства, плюс к тем уже, которые они мне озвучили по Тинькофф-банку. Оказалось, что были выведены деньги с кредитных карт из других банков еще. То есть в телефоне у меня три личных, четыре личных кабинета, в том числе Тинькофф-банк, МТС-банк и Альфа-банк. И сразу стало понятно, что 158 тысяч ушло с карты Альфа-банка с кредитной, 39 800, 40 тысяч почти, ушло с карты МТС кредитной. Причем вот этой картой я даже никогда не пользовалась, она просто была в личном кабинете, как маячок такой, что вы можете воспользоваться. Вот отсюда сняли средства с уже действующей кредитной карты, которой я пользовалась. Ну и мы стали искать, что же вот это за деньги. То есть в результате сумма снятых средств оказалась в районе 800 тысяч, если точнее. Вот я посчитала. 820 тысяч? Да. Смотрите, в ясность нашу, была Альфа-банк кредитка, на ней был лимит. Они весь этот лимит перекидывают на Тинькофф. Перекинули. В МТС-банк залазят, видят то, что можете взять 40. Берем, закидывают на Тинькофф. У Тинькоффа кредитка, и ее тоже перебрасывают на дебетовую карту. 420 тысяч в 2 часа ночи получают на мое имя кредит. В 2 часа ночи. И таким образом 820 тысяч. Да, и таким образом вот эти 800 тысяч, как бы они собрались на дебетовой карте, и после чего осталось только их вывести. К телефону привязана была единственная карта Тинькоффа, с которой, собственно говоря, дебетовая. Я расплачивалась в магазинах за покупки. И через нее же и выведены были все средства. А вот сейчас начинается самое интересное и самое шокирующее. Что первые деньги, первые 400 тысяч рублей, они сняли с помощью твоего телефона. То бишь нажимают 2 раза оплатить. Прикладывают к банкомату. Вводят пин-код и деньги снимают. Как такое возможно? Первые деньги сняли в час 40. Но самый прикол, что в 21.31 ты официально заблокировала свою сим-карту. А в 22.39 спустя час кто-то, ну злоумышленники, через личный кабинет эту блокировку снимают. Вы описываете ситуацию о том, что вы заблокировали сим-карту, обратившись в салон связи МТС. В 21.34 была блокировка установлена. Перед совершением операции в 23.39 эта блокировка была снята через ваш личный кабинет. То есть сим-карта была разблокирована. Поэтому при совершении переводов от банка на этот номер направлялись коды подтверждения по операциям. И соответственно эти коды вводились. Поэтому переводы были совершены. Так как согласно условиям обслуживания клиент, как держатель карты, несет полную ответственность за совершенные операции до момента поступления в банк, заявление о блокировке либо о получении карты, то соответственно в данном случае в банке, к сожалению, нет оснований для возврата денежных средств. Друзья, твой молодой человек рассказал и показал, что в открытом доступе, оказывается, существует целая программа, с помощью которой людей обучают, как взломать айфон на раз-два со всеми этими Apple Pay, со всеми этими паролями, привязками, со всем. И люди, вот эти мошенники, сделали это буквально за час. Таким образом они приходят с ее же телефоном, с ее же сим-картой, уже разблокированным, прикладывают и спокойно снимают 400 тысяч рублей. В дальнейшем сотрудник полиции питерский, который ведет это дело, увидел это по камерам, было две точки, где они сняли, это один район Питера, Кудрово, окраина, и другой район. И Петергов, да, это окраина Питера. В Кудрово сначала снимали деньги, первый раз. Да. В Кудрово по камерам увидели, как в магазин, где находится банкомат, заходит человек в капюшоне, в маске, весь закутанный, то есть лица не видно, и самое главное, он говорит, что по камерам города отследили, что он туда не приехал, он там пришел. Он туда пришел. То есть не машина, ничего, специально, уже подготовленный. Да, подготовленный пришел, с маской на лице, капюшон на голове. То есть опознать его возможности не было по внешним каким-то данным. Хотя камеры стояли, и в принципе видно было, что люди снимали. Второе снять, это было уже на другом конце города, и тоже 400 тысяч рублей. Ну да, тоже в районе. Разными суммами снималось, маленькими, большими, по 50 тысяч, по 10 тысяч, по 80 тысяч. И вот в итоге как бы в одном месте около 400 тысяч, и в другом месте около 400 тысяч. И это за период условно 4 часа. Ночью пока все спят, а люди работают, в кавычках. И самое главное, это еще большой вопрос, снимали деньги в этот момент только с твоего телефона? Или же еще кто-то был, кого обналичить? И сколько таких вообще человек было за эту ночь? Один, два, три, пять, десять? Это вот большой вопрос. Соответственно, вы в шоке. Твое первое вообще реальное эмоциональное состояние, ощущение, что ты почувствовала, когда ты узнала, что ты должна 820 тысяч рублей банком? Ну, шок, конечно, в голове. Я начинаю прокручивать, что делать. И вообще какая-то растерянность. Я очень благодарю своего молодого человека, что он как-то быстро меня мобилизовал. И быстро стал через соцсети искать информацию, что делать в таких случаях. И среди рекомендаций было одно из предать дело огласке. Вот здесь есть список, в нем я где-то, блогеры, короче, здесь есть. Здесь есть Малахов, Путин, потому что писали официально письмо, обращение к президенту с ситуацией, прокуратура, следственные комитеты. В общем, во все инстанции были написаны обращения, в том числе в банке. Да, в том числе в банке. И прошло буквально два дня, МТС вам что говорит? Банк МТС говорит, что все операции были выполнены легально. Альфа-банк тоже сказал, что все операции были выполнены легально. Если будет заведено уголовное дело по факту, мы будем пересматривать ваше заявление. То есть первый ответ, идите нахрен. Да, первый ответ, как бы, ничем помочь не можем. Потому что там якобы двухэтапная аутентификация, соответственно, вам приходил код, вы его вводили, тыры-пыры, сама виновата. Ну, стандартная история, банкам все мы передаем большой привет. Даже несмотря на то, что мы как бы пришли уже с талоном о том, что мы обращались в полицию, и о том, что мы заявили о краже, и что телефон в данный момент находился не у меня. То есть я не могла этого сделать. Дальше произошел еще один прикол. Вот всегда прикол, естественно, в кавычках, мошенникам я просто удивляюсь их жадности, и вообще тому этапу, что они хотят человека не то, что оставить без штанов, а вообще без штанов, безо всего. Потому что спустя некоторое время тебе звонит Тиньков и говорит, ну что, будешь брать-то кредит? Нет, это был не Тиньков, это был Альфа-банк. А, Альфа? У меня в Альфа-банке есть юридический счет, потому что я АИП, и как бы я легально работаю. И у меня спросили, ну что, вы будете брать кредит? Я думаю, неужели опять продолжается? Неужели все еще там что-то происходит? Ну, конечно, я задала вопросы. Я говорю, на какую сумму кредит был запрошен? 4,2 миллиона. Его тебе, в принципе, даже, можно сказать, одобрили. И, в принципе, мне практически его, вот если бы я сейчас подтвердила оператору, что да, я беру, мне бы его тут же практически и одобрили. И повезло тебе, в кавычках, ну вообще-то даже не в кавычках, повезло тебе, потому что вы уже начали эту шумиху, вы начали звонить в банк, и именно поэтому тебе позвонили, спросили. А если бы ты отдыхала? Причем на этот момент у меня уже были все карты заблокированы, и личный кабинет тоже заблокирован. И как бы даже в состоянии блокировки банк мне позвонил и спросил, будете брать кредит или нет. Здесь есть один банк Сбер, который чудесным образом, с него как-то тоже хотели у тебя перевести 500 рублей, но он блокирнул операцию, вернул деньги сразу обратно. Есть предположение, что все же банки по идее сообща работают, может быть там как-то на внутреннем уровне они заметили подозрительную активность. Но это предположение, кто из вас в теме, напишите. Но сам факт того, что со Сбера тебя обчистить не удалось. Да, со Сбера ничего не сняли. Но еще и по дебетовой карте получили деньги, как это называется, овердрафт свыше. То есть ушли в минус на 30 тысяч еще и по дебетовой карте. Я даже не представлялась, что такая функция есть на дебетовой карте. Охренеть, блин. То есть это они... И самый еще момент, что когда вы общались с сотрудниками банка, они ничего не знают по сути. Первично они мне даже не сказали, что кредитка выпотрошена. То есть они мне перечислили сумму, с которой я попрощалась, но даже не рассказали, откуда это взялась сумма. То есть мы уже потом сами восстанавливали по операциям, когда получили выписки из банков. Мы сели просто и сами восстанавливали по суммам. В самое время подводить итоги. Таким образом, система безопасности на Apple показала себя как хрень полная. Потому что позвонив даже в дальнейшем в Apple, сказав, ребята, вот такая ситуация, они сказали сотрудник, что за 10 лет такого никогда не было, «Ничего не знаю». Твой молодой человек отправлял ему ссылку на это приложение, с помощью которого обучают людей, как это все взломать. Да. А что, собственно говоря, вы хотите? А что тут? Я не видел за 10 лет работы, чтобы Apple могли как бы... Мы такая компания, нам бы люди не доверяли. А что вы хотите от нас? Ну, мы вот сказали, что мы как бы всегда доверяли Apple. Специально купили эти телефоны именно с целью, чтобы и хорошая техника, и чтобы безопасно было. То есть, безопасность была на первом месте. Ну, как бы в Apple сказали, будем разбираться. И вы должны понимать, что мы ни в коем случае, там не какой-то там провокационный ролик в отношении Apple, мы показываем реальную ситуацию. Взламывают и другие марки телефонов. В сухом остатке «ты сегодня виновата», «ты сегодня должник». На данный момент все банки говорят то, что «ты взяла кредиты», ничего не знаем. Существует 161-я статья, мы ее выведем на экран. На основании которой мне должны быть возвращены средства, если я в первый же день после получения информации о мошеннических действиях обратилась в банк и заявила об этом. Ну, как бы банки пока отказываются. Они как бы эту статью не хотят принимать в дело. МТС-банк сказал, что как только на вас заведут уголовное дело, мы будем пересматривать. Альфа-банк тоже, я так понимаю, ждет того же самого. Ну, вот уголовное дело заведено. И дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Потому что мало того, что уголовное дело заведено, нужно еще получить доступ к человеку, который ведет твое дело, получить у него справки, опять развести все это по банкам. И опять ждать, пока банки дадут какой-то ответ. Тинькофф-банк по итогу взял тайм-аут. И до 20 января, то есть мы 10 дней рассматривали этот вопрос, и к 20 января обещали дать какой-то ответ. Ну, ответ, понятное дело, будет неутешительный. Значит, друзья, смотрите, что нам нужно с вами вывести из этой ситуации. Вот в простой момент, вы идете по улице, точно так же на месте Татьяны может оказаться любой из нас, включая пенсионеров. Сегодня у взрослых людей тоже телефоны, к которым уже привязаны банковские карты. Они точно так же этим оплачивают, оплачивают коммунальные услуги, чтобы лишний раз куда-то не ходить. Здесь есть огромное количество тонкостей. Если вдруг вы идете по улице, и у вас нету телефона, сразу нужно делать все эти действия последовательно. Не забывайте, что самое главное, писать заявление именно на кражу. Нельзя писать, что потерял телефон, найдите. Потерял, вот я потерял телефон, ты прошел по улице, ты его подобрал, ты, получается, нашел, никакие провокационные действия ты не совершил. А украл, это уже уголовная ответственность. Это важно понимать. Раз, нужно обязательно все фиксировать, что вы пришли, написали заявление, с другого телефона фотографируйте, чтобы у вас на всякий случай были все подтверждающие документы, что вы были. Естественно, полиция, естественно, звонки в Apple. В идеале все это дело записывайте, что вам отвечают. Потому что у людей вот все записывали. Записывайте обязательно номера обращений, номера выданных талонов, которые дают в полиции. Номера, вот все последовательные действия нужно записывать. Потому что огромная лавина информации, учитывая, что в телефоне практически у нас сейчас вся жизнь, там лавина информации. Сейчас я вот нахожусь на этапе смены паспорта. Потому что я понимаю, что и отсюда может прилететь что-то. В дальнейшем. В дальнейшем, да. И еще, можно сказать, как я сказал, повезло, что вы вовремя спохватились и начались эти действия. Потому что к 820 тысяч должно было по-хорошему прибавиться 4 миллиона 200 тысяч. Итого пятачок. Да, еще могло бы прибавиться. И все это нужно делать очень быстро. Потому что в том же самом законодательстве написано, что обратиться в банк нужно в течение первых же суток. Вы же знаете, что по законодательству у нас, если ты не вписываешься вот в это, то на вторые сутки ты обратился, тебе уже скажут, извините, ты там опоздал. А еще ведь как работает? Ты вдумывайся, на самом деле, 8 января праздники, под вечер. Теоретически так, чтобы не успела дойти до того же самого салона. Не успела позвонить в тот же самый Apple. Это и то еще странно, что они что-то у вас в 9. Надо было им в 10 по-хорошему так-то работать. По-хорошему, да. Ну вот я попалась. Поторопились уже, слышно, начали наглеть уже. Пораньше домой хотели с работы уйти, поэтому так сделали. В общем, Татьяна, я надеюсь, что вот этот ролик наберет большое количество просмотров, для того, чтобы он предался огласке. Друзья, обязательно поддержите лайком, любым комментарием, репостом, потому что это самый натуральный беспредел. Вы поймите, сегодня наверняка найдутся те, кто скажет, что ты лошара, вот рот открыла, телефон брала. Завтра на ее месте будете, не дай бог вы, ваши родственники. И когда вы узнаете, что на вашу маму, папу, бабушку, брата пятачок повесили, и не рублей, а миллионов рублей, вы тут же начнете писать ей, спрашивать, Танюша, подскажи, пожалуйста, чем все дело закончилось. Поэтому поддерживайте друг друга, потому что нас вот дурят на раз-два. Вот она вам жизнь в онлайн. Все нам загнали в телефон, в телефон, в телефон. QR-коды, привязки карт, онлайн-банки. У нас практически там все. Многие паспорт держат, все страницы в телефоне. Это серьезно говорю, вот так, не дай бог, еще что с тобой случилось. Украли, насыщение, заболел, пока неделю лежал там под вирусом. Ты еще учесть стрессовое состояние, когда ты оказываешься в ситуации, когда у тебя что-то крадут. Ну, как бы если это пятитысячный телефон был, может быть, я так сильно не переживала бы. Там не столько, может быть, много всего в него встроено. А здесь хорошая техника, и там много информации. И, конечно, это шоковое состояние, это стресс сумасшедший. И еще нужно среагировать, потому что если бы я была одна на улице, и я бы вообще, наверное, кроме как расплакаться и сесть на дороге, наверное, больше ничего бы и не смогла. В общем, всю суть вы поняли. Поддерживайте друг друга, обязательно рассказывайте про эту ситуацию своим женам, дочерям, сестрам, мамам, папам, чтобы люди знали, что вот так вот пришла она реальность. Так еще сейчас активно даже уже по СМИ рассказывают нам, что участились мошеннические способы путем подделывания голоса. Та самая история, когда тебе звонят для подтверждения, твоим голосом условно отвечают. Все, вот оно, вот оно, ребята, будущее. А в дальнейшем нейросети будут такие, что видеосвязь, и ты сидишь. Вот сижу я, а видят тебя. Вот так вот. Идем в киберпространство. Страшно жить, реально. Вот оно вам будущее. Тебе в любом случае спасибо за то, что согласилась в открытую, со всеми цифрами, на камеру рассказать людям, как тебя обманули, как тебя обокрали в 22-м году-то по новым, да? В квартиру влазить не надо. Да. Вон в кармашек телефона до свидания. Друзья, если вы знаете, как помочь, Татьяне, вы прошли подобный этап, у вас есть реальная практика судебная, возможно, а оставляем на нее контакты, обязательно напишите ей, поделитесь, помогите, поддержите. Тот, кто действительно сможет довести дело до победного конца, что скажет, вот, я своими знаниями вывел человека, у него ничего нету, я буду рад потом вас бесплатно прорекламирует, рассказать, что есть такой-то юрист. Пусть сначала покажет результат. А после этого, как говорится, ссылочка будет в описании. Вот такая ситуация, как вам? Вот вы поймите, можно смеяться над человеком, говорить, ну вот, зачем в карман убрала, не проследила все. Вы ходите, в метро спускаетесь, в автобусы заходите, заходите в торговые центры. Такое может произойти абсолютно везде. В каких-то городах туристических это чаще, где-то это реже, но сам факт того, что это набирает популярность. Вы вдумайтесь, насколько все слаженно сработано. Украли, тут же все взломали, тут же подаются заявки на кредиты, сразу параллельно с этим снимаются деньги. По сути, за 4 часа от и до была проделана целая операция. Обязательно поддержите людей в комментариях. Если кто-то знает, как помочь, все контакты на них в описании. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что мы стараемся показывать реально полезные сюжеты, чтобы вы были предупреждены, а значит вооружены. Ставьте лайк этому видеоролику, пишите комментарии, делитесь им на ваших социальных сетях, подписывайтесь на инстаграм-канал. До новых встреч, всем пока-пока.